Субтитры делал DimaTorzok В итоге доросся в том числе и до сборной Франции. Невилс, еще одна попытка и снова он отправляет мяч в корзину. Продолжается атака Уникса. Тони Тейлор с мячом. Один из лидеров сезона по результативным передачам. Почти шесть в среднем за игру. Эта скидка идет на Абелиницкого. Михаил отправляет мяч в корзину. Они, конечно, очень много взаимодействуют друг с другом. Но опять же не стоит забывать, что и Захаров, и Ильницкий тоже броском обладают. С дистанции, но Кэмилтон решил, что вернее набрать вот такие вот два из-под кольца. Кумперсел, который в составе Казанского Уникса в основном выходил из скамейки. Перехват от Беленицкого. Михаил сверху с двух рук. И он видел, что Хэм осталась против Беленицкого. Все-таки это неравноценно разменно, как ни крути. Несмотря на то, что игроки примерно одного роста. Невил снова берет инициативу на себя, не забивает. И вот попытка Захарова. Он пока не так сильно задействован на чужой половине. Но при этом как раз-таки он один из лучших игроков единой лиги ВТБ. Не только в составе Уникса, но и вообще. Снова он в розыгрыше. Не сказать, что прям классический плеймейкер. Но с мячом действительно возится очень много. Хэмилтон правой рукой. Неожиданно для защиты Уникса. Беленицкий. Заигрывает Лабери. Лабери атакует через Захарова. И показывает, что он умеет отковать не только сразу после получения. Да, может быть, Исмаэль Бако не такой большой. Но очень прыгучий. И рост хватает, чтобы в защите тоже своей команде помогать. Ни бросков не совершал, ни результативных передач в этом матче еще не отдавал. Пять секунд в этом владении. Вот, возможно, сейчас Тейлор возьмет на себя инициативу. Что он и делает. И первая же попытка цели достигает. Попыталась обыграть соперника за счет скорости. Но там и Бако, и Лабери были в защите. Беленицкий в раннем нападении. Еще три очка. Отправляется в корзину Пармы. Это становится оно еще и двукратным. Невилс против Большого. Атака со средней. Мяч в корзине. Очень хорошая техника броска у Гаррета Невилса. Неудачная атака Пермякова. Беленицкий на баку. Исмаэль попадает под блокшот. Хэм эту попытку блокирует. Появляется снова возможность у Уникса сделать разницу. Довольно-таки комфортный. Возможно, даже двузначный Рейнольдс. Вот это ответ. У Пармы мог получиться быстрый ответ. И вроде бы получилась передача под кольцо. Но вот Фирсов из трехсекундной не забил. Маркос Найт не точен. Но здесь есть Джарлен Рейнольдс. В атаке за казанцами. Лопатин. Его трехочковый тоже мимо цели. Лопатин сверху. Так надежнее. На этот момент. Хэмилтон. Заброс на Хэма. Роузхэм. Отправился в полет. Очевидно, что сейчас особое внимание, наверное, к Гаррету Невилсу. Но предлагает себя Леницкий на периметре. И Станислав отправляет мяч в корзину своей бывшей команды. Уникс в атаке. А Кумперсел заброс на Маркоса Найта. Тот разворачивается. Идет под кольцо и набирает два очка. Маркос Найт. Но желания и характер имеются. Тем более, позащищаться против Александра Платунова. С которым он когда-то вместе играл. Захаров и Ильницкий вместе с ними. Подвешивает мяч Невилс. Хэм. Неудачное добивание. А вот здесь Кумперсел не ожидал. Что кто-то ему мяч подсунет. Атака издали. Мяч в корзине. Хэмилтон. Недоволен. Даже несмотря на то, что у его команды плюс 9. Невилс. Пытается обыграть Платунова за счет скорости. Бросок со средней. Цели достигает. Ну а это атака проходит через Маркоса Найта. Лабери. Издали забивает. Причем очень такой непростой бросок. Получил мяч в любимой точке. 39-29. Хэмилтон. На Хэма. У того было преимущество над Маркосом Найтом. И он им в итоге воспользовался. Гаррет Невилс никуда не торопится. Все свои позиции заняли. Невилс усадил на пятую точку Баку и отправил мяч в корзину. Будет защищать свою точку зрения. Но то, что Дмитрий Кулагин один из лучших, с этим спорить бессмысленно. Начинается атака, вторая половина с атаки Пармы и сразу же Алекс Хэмилтон. Но у Ройса Хэма на самом деле немало попыток. Это стало уже восьмой в сегодняшнем матче. Но при этом лишь две из них цели достигли. Найд, какая передача в угол. Лабери. Мог попасть в лучшие моменты этой встречи. Лабери. Попался успеть и в защите. Но Захаров тоже. Бросок невозможно. Здесь остается только рассчитывать, что он не забьет сам. Тейлор. Его попытка издали. А вот здесь Дуга оказалась первым на мяче. Нейвилл свободный трехочковый. А вот теперь уже отскок за пермиками. Захаров. Еще одна дальняя попытка. Мяч в корзине. Пытались обновить рекорд турнира. Но сделать этого у них не получилось. Парма своего все-таки добивается. Марк Снайт издали. Последних встреч. Где, казалось бы, тоже разница в счете не была уж прям большой. Хэмилтон на Захарова. Александр издали. Ну, Парма почувствовала, что можно сейчас догнать соперника. Если бы еще и этот мяч взлетел, была бы фантастика. Но Нейвиллс не менее фантастичный момент с участием. Не было у него видения. Пришлось с мячом расставаться. Бако выбивает мяч Нейвиллс. Тейлор на исходе атаки. Все-таки отправляет мяч в корзину. Еще. Как минимум не проигрывает. На данный момент равный. 12-12. Но большую часть третьей четверти Пермяки впереди. Впереди и становится сейчас. 16-12 в этой четверти. Минус 2 у Пермяков в матче. Но при этом владение сейчас у них. Хэмилтон. Атакует сам. Правой рукой. И сравнивает счет. Ну вот так вот для команд все начинается с самого начала. За 12 минут до конца основного времени. Атака издали от Маркса Найта. Опасно было. Чуть было не выронил мяч. 8 секунд. Хэм. Передача на Захарова. И вот они. Легкие и важные. При этом 2 очка. Пошутить. Заключительная четверть начинается с атаки Парме. Хэм. Хэм просто завис в воздухе. Также Ильницкий, Якушин и Захаров. Так что касается Пармы. Уникса на паркете Лопатин. Который сейчас забивает с передачи Рейнольдса. Ну а также Михаил Беленицкий, Маркус Найт и Якушин против Рейнольдса. Пытается раскачать оппонента. Бросок прямо. 59-58. Рейнольдс. Какая передача на Беленицкого. Михаил забивает. Ну а Джалин продолжает записывать на свой счет ассист. Атака казанской команды. Рейнольдса. Ну вот не разговорами-то к делам. Доказывает, что он действительно настроен очень серьезно. Конечно же Уникс ЦСКА. Большая вывеска 9 ноября. Ройсхэм издали забивает. И это, кстати, первое попадание. Мене 10 секунд. Уникс тоже сейчас играет позиционку. Беленицкий, может быть, сейчас? Да. Проверяет свой бросок Михаил. И показывает, что он умеет забивать и через руки соперника. Хэмилтон. Три секунды играет против Андрея Лопатина. Хэмилтон залезает под кольцо и закручивает. Как-то этот мяч занимает место на дуге. Успевает Тейлор ввести мяч в игру. Найт бросок издали. Еще один трехочковый. Четырнадцатый для Уникса в сегодняшнем поединке. Нужно сказать, что справился очень здорово. Уникс одержал две победы. Перехват в исполнении казанского коллектива. Быстрый отрыв. Тони Тейлор. Бако сверху. Хэмилтон на Хэма. Ройс против. Он остался против Маркса Найта. А вот тот прихрамовая сразу же побежал. Он даже не смотрит на кольцо, когда остается в средней зоне. Или тем более на периметре. Три секунды на атаку. Тейлор через руки соперника. Мяч в корзине. Сумасшедший трехочковый. Пятнадцатый для Уникса в сегодняшнем поединке. Это лучший матч для казанской команды по трехочковым в этом чемпионате. Но Парма не сдается. Парма не опускает руки. Алекс Хэмилтон не решился на бросок. Ильницкий попадает под блокшот. Невиллс. Его пятая попытка. Мяч в корзине. 80-74.